Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему мысли мужчины о вас сейчас. Итак, мои дорогие, давайте начнем. Как всегда, у нас три варианта на этот расклад. И давайте посмотрим. Первых три карты, что между вами сейчас на сегодняшний день. Информация, по которой вы сможете понять, ваш ли это расклад. Итак, что между вами? Вы знакомы, находитесь в общении или в отношениях? Если в отношениях каких? Какие нити судьбы объединяет ваша жизнь? Дальше мы посмотрим мысли мужчины о вас. Что же он о вас думает? Что думает, когда рядом, когда далеко, когда смотрит на вас, с вами общается или, возможно, скучает по вам? Итак, что же ты думаешь о ней? Дальше мы посмотрим на сегодняшний день, как он воспринимает то, что между вами вообще происходит. Как он воспринимает вас? На какие шаги готов? И каких отношений желает с вами? И каких отношений он желает? Дальше мы посмотрим эмоции. Эмоции по утрам, по вечерам, среди ночи, среди дня, когда рядом и когда далеко. Что у него на сердце к вам? Ну и, конечно, посмотрим на сегодняшний день. Какие мысли не дают ему покоя? Какие мысли стучат из подсознания? Какие мысли пробуждают среди дня? Останавливают... Пробуждают среди ночи, останавливают среди дня. Какие мысли стучат и вертятся? Какие мысли не дают ему о вас забыть? Итак, мои дорогие, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу. А мы начнем. И давайте посмотрим. Первый вариант, первых три карты. Что между вами сейчас, на сегодняшний день? Так, ну, девочки, это начало. Начало, очень вероятно, что это знакомство. Мужчина желает шанса. Желает возможности. Я вам скажу, что здесь, конечно, проходит момент. Вы знаете, с одной стороны, ему очень приятно с вами общаться. Он видит, что вы интересны для других мужчин. Что вы очень интересны. Вы очень такая девушка перспективная вообще по своей жизни. Какие-то попытки других мужчин пробиться к вам, они разбиваются о сказы. Но интерес этого мужчины, он действительно вот так вот нагнетается, не таятся, как торнадо. Он желает, он желает определенного шанса, возможности. Даже я предполагаю, что какие-то попытки, какие-то намеки, какие-то движения в вашу сторону, они уже есть, они уже как-то прослеживаются. Возможно, они так смелы, как вам бы этого хотелось. Вы наблюдаете за ним. Вы наблюдаете, вы где-то, возможно, в ожидании, сможет ли этот огонь дойти к вам. Сможет ли этот мужчина дойти к вам. Сейчас это такое общение. Возможно, где-то даже легкое. Возможно, дружеское. Возможно, это такое непринужденное. Хорошо общаться с ним. Интересно. Я вам скажу честно, человек, конечно, вышел таким. Возможно, у вас и сомнения какие-то есть по поводу него, возможно ли с ним вообще выстроить что-то толковое. Потому что мне, конечно, сразу прошел человек, который, возможно, очень привлекателен своей внешностью. Отношений пока что между вами нет, но они действительно возможны, они действительно реальны. На сегодняшний день это легкость. Это такой момент легкости. Ему с вами интересно. Вы ему очень нравитесь. Доминирует, конечно, сейчас ваша внешность, ваша фигура, притяжение. Такое, знаете, мужское у него к вам. Сказать честно, я вижу, что вы, возможно, так, знаете, общаетесь, возможно, не очень близко. То есть, это какое-то сотрудники вы, возможно, или вы в одной компании общаетесь. Возможно, вы отдыхаете, как-то вот пересекаетесь вот с этим человеком время от времени. Он вас заприметил. Он заметил вас. И действительно где-то там вот нагнетаются определенные эмоции по отношению к вам. Интерес, да, у него есть интерес к вам. Вы в ожидании, сможет ли этот торнадо прийти к вашу жизнь. Как-то он, знаете, возможно, демонстрирует себя очень таким бойким парнем, таким очень смелым. Но вы знаете, здесь есть такой момент. Он ищет слабого. Понимаете, почему-то вот мне проходит такая, почему-то вот вышел лев и заяц. Вот лев и заяц. То есть, он для нападения ищет слабого. И, возможно, для каких-то, своих похождений он тоже ищет слабую женщину. А вы для него вот женщина сложная. Это мужчина, который ищет вот легких путей. Здесь даже я могу предположить, что у вас что-то завязалось и как-то вот не пойми, да, нет. И что-то звонил, перестал звонить, что-то писал, перестал писать. Ну вот, что-то вот не пойми, что. То есть, не пойми, что чего он хочет. Сейчас это такая легкость. И мне проходит, что уже что-то он потерял. Какие-то возможности он потерял. Он медленно, но уверенно теряет определенный ваш интерес. Вы еще, да, в каком-то азарте вам кажется, что ну вот интересно, как он проявляется. Он может быть очень привлекателен внешностью. Но вот этот момент, знаете, я показываю свою силу, я показываю вот это торнадо тебе, но как бы на каком-то расстоянии. То есть, очень может быть, что вот прямо силы действовать по отношению к вам, ну сейчас не замечается. Ну давайте посмотрим. Потому что вот эта позиция лев-заяц, да, лев нападает на зайца, потому что, потому что заяц слаб. Но заяц, если обороняется, заяц проявляет свою смелость. То есть, здесь, в этой позиции лев-заяц, заяц всегда выглядит энергетически сильней. А этот мужчина, он может выглядеть очень таким, солидным, очень классным, но действует он не очень, да, не очень хорошо как-то. Как-то вот так. О, ему очень интересно ваша позиция, ему очень интересно. Вы интересны, да, как-то он наблюдает, наблюдает, как вы реагируете на его шутки, как вы реагируете на него, смотрите ли вы на него. Вы его заинтересовали, этого человека, но вот он ищет, да, слабого, он ищет слабого. Вы сильная девушка для него. Ну, давайте посмотрим. Очень не проходит, даже может проходить, что вы вот так, знаете, сталкиваетесь глазами, возможно, улыбаетесь друг другу, возможно, даже знакомы, общаетесь с одной компанией, можете быть. Ну, вот каких-то прямо шагов почему-то я пока что не вижу. Ну, да, и вот показывает мне состояние какого-то определенного покоя. Ой, нравитесь, девочки, нравитесь, и он как-то вот хорохолится, он хочет вам как-то показать себя с лучшей стороны. Вы прямо вышли королевой кубков, и я вам скажу, что вы действительно сносите ему крышу, сносите, но он все хочет перед вами показать, что вот какой я, какой я, но прямо действий, чтобы были действия, прямо вышла карта покоя. То есть, это какое-то, даже не скажу, наблюдение, он любуется вами, вы для него интересная девушка, даже больше я вам скажу, с такими девушками, как вы, заводит, но это влюблен, влюбляется, да, то есть такой, как вы, можно влюбиться, без памяти, как-то вот потерять контроль, вот, вот знаете, на что-то серьезное нужно идти, если, если начинать с вами общение, он как-то в сомнении, что ему нужна какая-то ответственность, честно, вот мужчина, прямо первый вариант вышел, немножечко такой, эгоист, с завышенной самооценкой, и, я вижу, что вы ему нравитесь, что вы ему очень нравитесь, он прямо так, знаете, наблюдает за вами, но вы вот, как это золотое яблочко, к которому нужно дотянуться, а тут, знаете, как-то под ноги много падает, и, знаете, сколько бы ни упало, все на это яблочко посматривает, то есть, я бы сказала, что он привык, что вокруг него кружат, знаете, барышни с бубнами, танцы, шманцы с бубнами, да, как-то вот, он не, у него нет дефицита женского внимания, какой-то вот он мне вот такой вот, ну, давайте посмотрим еще, на сегодняшний день, что между вами, он думает о вас, он думает о вас, я вижу, что, по сути, вам интересно, как он будет действовать, возможно, внешне он вас даже очень привлекает, но вот как-то действия, ну, вот, вот ожидания, ну, вот я вижу, что есть некие ваши моменты, так как упущена какая-то возможность, где-то она что-то не осмелится, то есть он теряет какие-то шансы и возможности, но я вижу, вы девушка прямо на выборе, очень может быть, что вы как-то вот в паре с кем-то, возможно, да, это его останавливает, потому что сказать, что вы прям как-то вот, вам интересно, что он о вас думает, потому что явно идет между вами, энергия существует, он о вас думает, вы о нем, но вот прямо вот не хватает ему, не хватает ему смелости какой-то, правильных шагов не хватает, не хватает правильных шагов, которые могли бы вас удивить, которые могли бы вас привлечь, как женщину, потому что вот сейчас просто вот наблюдение какое-то идет, ну, давайте посмотрим еще, давайте посмотрим, ищет какого-то пути, своего пути к вам, ну, хорошо, ну, да, он ищет, знаете, вот прямо легкого пути, он ищет легкого пути, он как-то вот излиться, потому что так как он хочет, так не получается, то есть явно вы даете ему, знаете, пищу для размышлений, он недоволен, так как сейчас, вот он недоволен, что-то ему не получается, и вас как-то заменить не получается, я даже предположу, что у вас были какие-то, вот возможно, какие-то шаги были от него, возможно, какая-то переписка у вас наклевалась, и что-то вот как затихло, затихло, замолкло, и вы вот как-то думаете, это качели, это манипуляция, это будут от него какие-то шаги, ну, вот что это такое, Вот вроде бы смотришь внешне такой, знаете, бойкий мужчина, а вот как к женщине нормально проявиться, так вот начинаются какие-то фокусы. А он ищет какой-то своей отмычки, да, вот не ключа, отмычки, потому что вот вышла вроде бы девяточка жезлов, поиск пути ищет. Он понимает, что вот мысли о вас, они ввели его в определенный лабиринт, с которого вот выход только к вашему сердцу, то есть мысли о вас однозначно есть. Но эти мысли, знаете, как поиск отмычки, поиск легкого пути, легкого какого-то направления, чтобы на эти не сражаться за эту женщину, чтобы она просто упала в твои объятия. А оно так не получается, он злится, он злится, он чем-то вот прям недоволен. Я могу сказать, что возможно даже в вашем неком таком, ну знаете, обычном общении вот какое-то напряжение прослеживается. Ну вот почему, давайте посмотрим, почему как-то что-то и ревнует, и какая-то, знаете, вот такая ситуация, как будто бы вот он хотел по-легкому, а вы выстроили стену, да, а вы как-то выставили свои какие-то приоритеты вперед, и вот это его легкое, вот это его отмычка не сработало, и он очень недоволен. Он очень недоволен, возможно, возможно, хотел где-то проманипулировать, так как с другими женщинами, пойти натоптанной дорогой, а с вами не получилось, а вы как будто бы сразу переключились вот как-то вот на что-то другое, на свою жизнь, на какие-то свои хлопоты, ну нет и нет, да, вот что-то вот такое. Но интерес есть к вам, абсолютно точно есть интерес. Ну вот он в отшельниках, время уходит, шансы уходят, как знаете, песочные часы, все рассыпается, он где-то, знаете, вы ударили ему по самолюбии, вот ударили, да, для кого-то может пройти момент, что вы буквально его отшили, то есть разбили ему буквально сердце, растоптали его самолюбие, потому что прямо как рассыпался он, да, то есть он думает о вас, он не может вас выбросить из головы, но действия прямо как замерзшие какие-то. Очень может быть, что он был отвергнут вами, и действительно это такой вот прямо удар по самолюбию, и где-то он прямо, знаете, ждет, когда его попустит, когда его отпустит, но мысли о вас действительно есть. Мне проходит, что, знаете, прямо как ревность какая-то, или, или как там вы его присадили, вы ему показали, как, что с вами так нельзя, или какое-то, знаете, какая-то его попытка манипулировать, она была просто, знаете, проигнорирована вами, то есть не звонишь, ну и не надо, не пишешь, ну и до свидания, да, и пошла в свою шикарную жизнь, и на твои какие-то манипуляции выстроила свою стену, и теперь ты уже вообще не достучишься, возможно, даже заблокировали его. Но здесь прямо идет мне такой момент, ну просто поражение определенное, поражение и ощущение вот какого-то недостоин, понимаете, недостаточно хорош для нее, недостаточно хорош. Где-то или не отзываетесь на его какие-то намеки, на его какие-то, да, там, взгляды, не отвечаете улыбкой, или еще что-нибудь такое, или вот этой улыбкой, да, все и заканчивается, то есть никаких бубнов, никаких танцев. И ждете мужественных поступков, а он почему-то как-то вот привык, что ему вот падает в руки просто так, но не с вами, вы прямо выстроили стену, какая-то была, знаете, какая-то подлость даже, я бы так сказала, попытка проманипулировать, она была, была эта попытка неудачной, все получилось не так, как хотел. На сегодняшний день действительно думает о вас, думает очень много, чем дольше сидит в засаде, чем дольше размышляет, тем больше его шансы уходят, но он действительно как пораженный и такой вот уязвленное очень самолюбие, очень уязвленное, когда считаешь, что вот все в твоих руках, а нет, оказывается, что самое ценное ускользнуло. Самая интересная девушка ускользнуло, самая сладкая, самая наливная яловочка, все никак не падает в свои руки, все, значит, держится за эту веточку и еще больше, да, наливается, да, солныш, на солнышке греется. Ну, давайте посмотрим еще, ну, хорошо, вот как, как вы смотрите вот на этого мужчину сейчас, как вы смотрите, ну, вы знаете, вам хотелось, чтобы он был победителем и, возможно, еще ждете от этого человека шагов. Но вот этот мостик, который вас соединял, он начал шататься, и вы где-то понимаете, что вы сильнее этого человека в энергетическом плане. Вы можете эту ситуацию переломить, вы можете с этим человеком даже начать отношения и даже очень хорошо их развивать. Но на сегодняшний день я вижу, что вы ждете от него мужественных шагов навстречу вам, потому что мостик шатается, и вы, знаете, в каком-то вот прямо, знаете, моменте вот-вот упорхнуть, упорхнуть в что-то более интересное. То есть где-то, возможно, теряете интерес к этому человеку, но ждете и ждете еще вот каких-то прямо шагов от него, ну, я вижу, что прямо, которые могли бы, знаете, разрушить уже на сегодняшний день сложившуюся ситуацию, потому что на сегодняшний день с вашей стороны это прямо вот шестерка мечей, восьмерка мечей, то есть не факт, что он вам нужен. Вот прямо, ну, не факт. Вам хочется объяснения, вам хочется, чтобы он был вот тем человеком, которого вы увидели в нем, но, возможно, на сегодняшний день с каждым днем его какого-то молчания, его манипуляции происходит вот такое, знаете, разрушение вот этого его образа, и вы все-все знаете, начинаете больше и больше себя ограждать, отдаляться и вот уходить в свое лучшее и новое. Ну, возможно, возможно, это была какая-то переписка, он затих, но мне проходит прямо, знаете, уязвленное самолюбие, что-то не проканало, что-то пошло не так, и золотое яблочко, знаете, оказалось для него недостижимым. Вот вы, как женщина, оказалась недостижимой. Он злится, он злится, сидит там в засаде, размышляет, что ему делать дальше. А вы, я вижу, что вот этот мостик, да, вот, 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 вот он расшатывается между вами, вот этот мостик, какие-то его ходы оказались очень неудачными, и с вашей стороны были разоблаченными, да, разоблачили вы его какие-то попытки манипулировать вам. Ну, вы очень соблазнительная девушка, вот прямо вышла карта соблазна, вы его очень интересуете, очень, и даже если бы он, знаете, вот там, как бы он там не притворялся, он действительно вами покорен. Вы очень эффектная девушка, и вы действительно показали ему, ну, его место, да, его некие недочеты, его какие-то комплексы, они вынырнули, потому что вы показали ему, что вы достойны большего, лучшего мужчины. Как вы это сделали? Мне прямо проходит, как удар по самолюбию, где-то была оцентрована корона, знаете, и ваша розовая лопата, она все-таки всегда при вас. Вы не та женщина, которая танцует на граблях, нет, 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 вы женщина, которая очень хорошо знает, чего она стоит, и что она желает принять в свою жизнь. И какие-то вот эти манипуляции, они вами прямо вот насквозь вам видны, то есть только человек начинает хитрить, юлить, а вы сразу начинаете отдаляться, сразу начинаете выстраивать стены, потому что вы понимаете, что он желает как-то урвать свое, урвать свое, собрать сливочки, желает, желает собрать сливочки. Если вы с этим человеком работаете, поверьте, он еще будет к вам проявляться, или в одной компании он будет к вам проявляться. Но действительно карты показали, что он вас увидел очень сильной женщиной для себя. И внешне очень сильный мужчина почему-то вот, знаете, как-то вот, все-таки вот эти, знаете, то, что под ноги падает, оно как-то, оно как-то ему легче дается. Ну, давайте будем смотреть дальше, это вот на сегодняшний день такая вот у нас ситуация. Давайте посмотрим, что там у нас дальше. Итак, что же он думает о вас? Давайте посмотрим, что думает. Ну да, вот вы на высоте, вот действительно, вы знаете, как-то вы себя повели очень правильно. Очень правильно, и действительно на сегодняшний день где-то вы вызываете у него восхищение. Вот вы знаете, как-то он хотел сам себе доказать, что вы такая, как все, но у него не получилось. И пусть он ушел как-то вот прямо, знаете, в сторону мне почему-то проходит, да, вот как я не готов, да, к таким отношениям, я не готов к такой женщине. Я как-то вот, вот какая-то легкомысленность у него сейчас в голове вообще. Но вы, как женщина, вы буквально поднялись на высоту, то есть вы себя повели очень правильно. Ну, давайте посмотрим еще. У него очень сильное притяжение к вам, но я вам скажу, что он думает о вас. Вас не устраивает ситуация, да, то есть вы не будете, знаете, ждать вот этих крошек, когда он вам их бросит. Вам нужен масштаб и некая, знаете, вот как на двух стольях, какая-то второстепенная роль, она вас не устраивает. Вы женщина гордая, вы очень резко отрезаете, отрезаете, уходите в новое. Он на сегодняшний день, знаете, как на распутье каком-то, он не знает, что сделать, потому что по характеру своему он, возможно, вы знаете, как-то и выбросил мысли о вас, да, и пошел бы в свое, знаете, приземленное такое существование. Но вы как-то его задели. Вы задели его, потому что вы показали, что вот вы достойны победителя, вы достойны самого лучшего мужчины. А он как-то, знаете, то есть, если я не дочинулся, значит, я не лучше. То есть здесь какое-то уязвленное самолюбие девочки проходит, прямо проходит такой момент. У него притяжение к вам, но вы прямо на высоте, вы как-то, он не может дотянуться к вам, вот так вот. И как-то вы очень быстро отсекаете, вы не играете с ним, вы не тратите на него время. А он как-то вот хотел поиграть с вами. Я вижу, что он прямо как хочет с вами поиграть, и вы как будто бы вот отсекаете, потому что вот не трать мое время, да, вот как-то вот так. То есть мне нужно туда, к моим мечтам, к моему прекрасному будущему, не трать мое время. А у него притяжение к вам, а вы как будто бы, да, вот как не хотите и не замечаете. Вы прямо, знаете, женщина вот на порядок выше, на порядок интереснее, чем то, что вот, например, сейчас вот в его окружении. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Как-то вот обрезала, разрушила, и не желаю твоих манипуляций, не желаю твоих качелей, не хочу я вот этого всего, да. То есть я иду, что-то новое. Нет, значит нет. Почему-то он ждал какой-то вот, ему нравится, когда за ним бегает. Вот я вам серьезно скажу. Вот эти танцы с бубнами, а это вот его модель поведения. То есть, чтобы сначала показать женщине, да, как может быть, а потом играть ее чувствами. А потом женщина в ожидании, что вот он будет меня вот так вот любить. Но это всего лишь ожидание. Я вижу какого-то очень такого человека, несозревшего, в своих каких-то даже и мужских проявлениях. Созреет ли он когда-нибудь, потому что это может быть очень даже взрослый человек. Но почему-то вот так он сегодня вышел. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что он думает о вас. Что он думает. Вот прямо что-то вспоминает, что-то вспоминает. Да, и как-то вот он действительно думает о вас. Много думает. Много думает. Что вы прям такое сокровище. Что-то такое прямо стабильное и значимое. И вы, знаете, возможно, оказались первой. Первой вообще в его списке, знаете, тех высот, которые не были покорены им. Но здесь я вам скажу, что у него, он думает о неких шагах. Он желает изменить ситуацию. Он желает изменить ваше мнение о нем. То есть здесь еще не конец. Здесь он будет как-то вот к вам подбираться ближе. Ну, давайте спросим. Думает ли он о неких действиях по отношению к вам, да? Есть ли у него? О, да. О, да, мои дорогие. Он считает, что вот колесо фортуны еще повернется. И, да, еще все закрутится. Еще все получится. Это всего лишь первый раунд, где вы одержали победу, а он оказался где-то, да, не дотянул. Но это еще только первый раунд. Будут действия, девочки, от него будут. Я вижу, что вы как-то вот все-таки, знаете, здесь идет момент какого-то переосмысления. Что ему на самом деле нужно. И он, знаете, как-то вот пришел к тому, что какие-то легкие победы, они не приносят столько, знаете, удовольствия. Как вот такая сложная победа. Потому что вы, женщина, вот добиться сердца которой это сложная победа. Это, знаете, нужно побегать, нужно постараться, нужно, знаете, проявляться. И, вы знаете, эту победу ценишь. Это, знаете, награду, эту женщину на самое видное место, да. Все выбрасываешь, а это оставляешь, потому что тяжело досталось. Ну, хорошо, давайте посмотрим еще. Думает ли он о проявлениях к вам? Думает ли он? Да, да. Думает и будет проявляться. Несмотря даже на то, что вот сейчас происходит. Возможно, вообще вот какое-то затишье у вас получилось. Но я вам скажу, что проявления будут. И будут очень активны. И вообще, вы знаете, по колесу фортуны это прям вереница событий. И наши судьбы, они просто так связаны. То есть, я все равно буду действовать. Он понимает, что он как-то не ожидал, что будет некий момент вашего такого, знаете, какого-то спокойного отношения. То есть, что вы не бежите, не навязываетесь, не как-то вот спокойно вообще реагируете. Это его немножечко так взбудоражило. Он считает, что у него очень достойные соперники вот в этой борьбе за ваше сердце. Что это уже, знаете, игра на большие ставки. Что это уже все серьезно. И как-то вот я вижу, что у него очень даже появился такой интерес уже созревший, скажем так, к вам. Но я прямо вот, девочки, серьезно, вот столько карт прошло, любви я не вижу. То есть, я не вижу между вами отношений, прямо отношений. Это все какая-то вот игра, да. Вот здесь он хотел по-легкому, что что-то по-легкому у него не срослось. Да, каких-то отмычек он не нашел. И как-то вот не добился он того, чего хотел. Здесь я вижу уже, что вот планируется какая-то совсем иная стратегия вот пробиться к вам. То есть, тот план не сработал, будем придумывать новый план. Но то, что вы его интересуете, это да. Это да. И вы действительно такой прямо золотце, женщина, за которую стоит побороться. Вы прям миленькая ему. У вас может быть очень разный там типаж фигур. Я даже не могу сказать, что вот, как сказать, вы не то что в его вкусе. Вы хорошенькая прямо. Прямо вот хорошенькая, прямо вот нравится. Но он, знаете, какой-то вот, он все замечает. Он все видит. И ваши черты, и лучшие ваши качества, и как хорошо сидят в джинсы, и как красиво вам в платье. И все это он видит. Даже более того, он говорит о вас. Говорит и очень часто со своим окружением. То есть, что, ну вот, вот, посмотри, посмотри, какая лялечка. Какая хорошенькая. Но когда его спрашивают, нравитесь ли вы ему, он, знаете, назовет тысячу вот этих моментов, да. У нее красивая, классная прическа, да. У нее очень миленькое лицо. Она такая вся ладненькая, такая вся прелестная. Но любит ли он вас, он вот не скажет. Вот он не скажет. Почему-то мне идет, знаете, такой вот именно сейчас, это мужской интерес, мужской азарт. Такое притяжение к вам. И да, вы уже, так знаете, глубоко зацепились где-то вот за подсознание этого человека. Он думает о вас. Потому что вы прям вышли, вот такая милая очень, да. Вот хочу, чтобы была моей. Хочу, чтобы была моей. Хочу вот любым способом, чтобы вот она была моей. И он отмечает, да, что вот и другие мужчины, да, возможно, какие-то разговоры идут. Мужчины отмечают, что вы очень хорошенькая. Что вы очень такая, знаете, девочка. Ладненькая женщина. Ну, давайте посмотрим еще. Как ты ее воспринимаешь? Какой ты видишь эту девушку? Какой ты ее видишь? Ну, прямо покоя нет. Покоя нет. Ах, ну почему? Потому что вы прямо королева кубка. Вот и здесь вышли, и здесь вышли. То есть, я вам однозначно скажу, что вы очень ему нравитесь. Очень. И прямо такая стихия. Женщина наполненная. Такая вся. Вся вот этими энергиями женскими наполнена. Очень красивая. Я вам даже скажу, что какие-то нюансы, какие-то перемены. Он все замечает. Вы ему очень нравитесь, как женщина. Но своих бзиков, конечно, хватает. Вот эти мухи, тараканы, вот эти вороны. Это все присутствует. Жирности полная голова там у него, девочки. Там своей сложности характера. И здесь, знаете, чем больше вы будете, можно сказать, упираться, чем больше вы будете ставить его на свое место, чем лучшее отношение вы можете завязать с этим человеком. Ну, давайте посмотрим еще. Как ты воспринимаешь ее? Как ты ее воспринимаешь? Вот она как-то обороняется, да, от меня. Обороняется, ускользает. Какое-то прямо как отчаяние меня берет, потому что реагирует она меня как на драную ворону. То есть у него такое впечатление, как переломить ваше видение его, ваше впечатление о нем. Потому что у него вот, да, он желает лучшим виду, ну, в лучшем виде перед вами предстать, а вы его вот прямо, знаете, как будто бы не замечаете. Нужно как-то переломить ситуацию, понравиться ей. Он хочет вам понравиться. Он хочет произвести на вас впечатление. Потому что вот сейчас вы прямо, прямо готовы дать отпор в любую минуту. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, а каким ты хочешь, чтобы она тебя увидела? Каким ты, каким ты хочешь, чтобы она тебя увидела? Боже, таким вот прямо надежным, таким крепким, таким интересным, прямо ну вот лучший во всем мире, чтобы вы его прямо видели, или лучшим таким прямо защитником, таким классным, чтобы вы его видели. Я же такой классный. Почему ты не обращаешь на меня внимания? Почему ты не бежишь за мной? Почему ты вот такая вот сильная, да, темпераментная с характером? Вот сложная, сложная девушка. Не все так просто. Вот я же такой, такой, прямо завидный, да, завидный пацан. Обрати на меня внимание. Он прямо старается, как-то вам понравится, я вижу. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Твоя мысль, вот самая такая яркая, да, об этой женщине. Вот что ты думаешь прямо вот, когда ты ее видишь? Вы очень мудрая девушка, очень мудрая женщина. Вы очень таинственная. Вы действительно его прямо цепанули. И как он себя чувствует, когда он вас видит? Как на лезвии ножа. То есть очень хочется вот уже с этого лезвия сойти, но именно в любовь. Не в дружбу, знаете. Вот нет хуже состояния, чем дружить с женщиной, которая тебе нравится, которая тебя влечет. Вот нет, нет худшего состояния. Вот да, есть вот этот момент загадочности, непредсказуемости. Вы его маните, вы его очень привлекаете. Такая, знаете, есть у вас что-то. Есть у вас такая очаровница, у вас магнетизм зашкаливает. И он поддается этому магнетизму. Когда он вас видит, он прямо как немножечко, да, теряет самообладание. Ну, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим, за что это какое-то наказание. Эта девушка, это просто какое-то наказание. И все время она как уходит от меня. Все время она ускользает от меня. Вот, знаете, такое наказание от судьбы. Что он чувствует? Ему далеко не все равно. А знаете, вот старший аркан суд показывает, что это вот такое метарство определенное. Как мается мужчина. Все он осознает. Все какие-то свои минусы, какие-то свои прорехи. И вот этот момент, да, возможно, действительно она считает меня недостойным. То есть всем нравлюсь ей, не нравлюсь. Где-то он злится от того, что он не может выбросить вас из головы. Но все это не то, да. Нет действий. Нет действий. Только вот как и смотреть вам вслед. Только и смотреть, как вы удаляетесь. Вы какая-то, знаете, возможно, он воспринимает вас прямо кармической женщиной. То есть женщина, которая кардинально может изменить жизнь. Чего ждать от нее? Загадка. Чего от нее ждать? Загадка. Судьба не просто так, да, свела ваши дорожки. Я все время смотрю ей вслед, как она уходит, да. Смотрю и вслед. Вы знаете, что вы можете сказать, да, не так он часто на мне и смотрит. Девочки показывают карты, что прямо смотрит вслед. Возможно, где-то прячет взгляд, да, чтобы вы случайно не увидели больше, чем он готов вам показать. Потому что я вижу, что вы, женщина, очень интуитивная. И считали бы, пробили бы любой щит этого человека. И он как-то вот прямо, знаете, прячет глаза, когда вы рядом. Но очень уж, знаете, нет силы. Нет силы оторваться, чтобы посмотреть вам вслед. Вы очень нравитесь ему. Ну, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим на сегодняшний день, как он воспринимает вот то, что между вами творится. Ой. Ой, боже, что мы, девочки. Все три карты вышли мечевые. Рыцарь мечей, он желает с вами поговорить. Конечно, у него вот это, знаете, его эгоист зашкаливает. И он желает вас буквально, знаете, покорить. По тройке мечей и рвете ему буквально с сердца. Девятка мечей. Не могу я ее выбросить из головы. То есть он здесь какая-то прямо раненая самолюбие. Раненая. Раненая самолюбие. Знаете, такое считывается, как будто бы вы ему не доверяете. Вот такая вот ситуация. То есть я хочу взять эту женщину под контроль. Хочу ее покорить. Хочу с ней поговорить. Но вот, знаете, как-то вот не получается, не получается. И выбросить мысли о вас тоже не получается. И троечка мечей показывает, что не все так просто. Не все так просто. Сердцу не прикажешь. И девятка мечей показывает, что мысли, мысли не отпускают. Мысли не отпускают. А вы как будто бы, да, ну вот, ну вот смотрите все же вперед. Ну, знаете, буквально несколько шагов и этот человек останется позади. Буквально, да. То есть он понимает, что он теряет какие-то позиции, какие-то шансы, возможности. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? А он явится, он явится. Потому что действительно интерес к вам. Он очень даже такой серьезный. Не где-то вы владеете ситуацией. Сердце его под вашей ножкой. И очень у вас много вот этих яблочек, вот этого соблазна, вот этой интриги. Вы привлекаете этого человека. И я вам скажу однозначно, что он в вашу дверь да постучится. Что он к вам проявится. Возможно, очень даже и неожиданно для вас. Вы знаете, будьте расслаблены. Потому что он просто любое ваше преображение, любое ваше состояние, вид, он уже теряет голову. Сказать, что вам прям нужно там что-то там себе изменять. Да нет, наоборот. Чем более расслаблено вы будете себя вести, чем более расслаблено вы будете с этим человеком общаться. Не стараться ему понравиться, а вот так вот. Чтобы действительно цариться. Тем больше этот мужчина будет тянуться к вам. Ну, давайте посмотрим еще. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Ну, девочки, активные действия действительно будут. Здесь может замешаться какая-то и ревность. Что он будет делать? Знаете, здесь такой проходит момент, он уже как бы сломал свой меч. Каменное лицо уже не работает. То есть, какая-то модель поведения не сработала. Он будет по-иному действовать. Он будет как-то уже очень активно действовать по отношению к вам. То есть, если до этого момента этот человек концентрирует внимание на себе. Мол, посмотри, какой я классный. Посмотри, я вот такой, я вот такой. То есть, сейчас его модель поведения, она изменится. И он уже будет, знаете, как, ах, какая ты. То есть, некая энергия будет обращена к вам. Идет перемена. Знаете, где-то, где-то вы переломили, знаете, ситуацию. И переломили, вы ее изменили. И эта ситуация в ближайшее время, ситуация между вами, она изменится. Что вы решите, это действительно ваша воля. Потому что я вижу здесь очень такие женщину в энергетическом плане. Она просто огонь. И вот это его модель. Вот стелись у меня у ног, да. И я вот такой классный каменное лицо. Я своих чувств не покажу. Она не сработала. Где-то был сломан меч. Где-то был неправильно сделан шаг. Не для вас эта модель поведения. То есть, так как с другими женщинами не будет, и он это уже понял. Модель поведения будет меняться. И действительно, теперь этот человек будет направлен к вам. Его энергия будет направлена, вот как на вас, да. Ну, хорошо. А чего ты вообще хочешь от этой женщины? Каких отношений ты с ней желаешь? Каких отношений желаешь? Ну, вы знаете, у него, конечно, да, как шаг за шагом приблизится к вам. Но у него очень большое такое опасение, что у него ничего не получится вообще. Ну, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим эмоции этого мужчины по отношению к вам. Ох, звезда. Ну, да, да. Это какой-то произошел контрольный выстрел в голову. Очень все так непросто. Да, и действительно, у него планы. План покорить звезду, покорить вас, да, как женщину. Дотянуться к вам, как к женщине, потому что произошел контрольный выстрел в голову. Без вас уже никак. Очень, очень где-то вы его цепанули. Действия будут, эмоции. Нужно действовать, чтобы дотянуться к вам, чтобы дотянуться к звездочке. Потому что иначе быть не может. Вы прям как уже одна на земном шаре, да, для него. Итак, давайте посмотрим, какие мысли не дают покоя. Ухватить вас хочет. Хочет ухватить. И на этом все его мысли закольцевались. Вы действительно знаете, женщина достойная, равноправные отношения желаете выстроить. Ведь он это уже понял. И он понимает, что вы где-то, знаете, вот, ну, действительно, где-то его очень-очень интересуете. Он прямо желает вас ухватить, поймать вас желает. А вы такая очень непокорная, где-то на ступенечках вверху стоите. И тетива натянута, да, со стрелой. То есть вы можете дать отпор в любую минуту. Но он не может отпустить мысли о вас. Он действительно о вас очень много думает. Какая мысль не дает ему покоя? Хочу ее поймать. Хочу, чтобы была моей. Хочу к ней дотянуться. И действительно, возможно, где-то самому себе доказать, что я классный. Вот так вот. Такой вот у нас сегодня первый вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось. Буду очень-очень рада. А мы продолжим. А мы продолжим. Пусть самый смелый, самый лучший проявляется. Пусть самый лучший добивается вашей любви. Итак, второй вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует, вам интересно, смотрим. Нет? Выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Что между вами сейчас? Что сейчас? Как-то по справедливости. Такая, знаете, какая-то вот ухватил то, что мне надо. Вы тревожите его сердце. Вы его очень беспокоите, этого мужчину. Я бы сказала, что у вас есть отношения. Давайте посмотрим еще, что между вами. Что между вами. Очень бойкий, очень такой интересный человек. Он прямо идет напролом. Прямо идет напролом. Очень мне проходит, что, возможно, это, знаете, как нашел свое, свое нашел. Не отпущу, не отдам. По справедливости. Ну, это его счастье. Но здесь проходит, знаете, ситуация. Давайте посмотрим. Какое-то есть ограничение, которое создает вот этот ветер. Возможно, на расстоянии. Я хочу изменить ситуацию. Да. Человек желает встречи с вами. Человек желает прямо проявиться, поговорить с вами. Здесь может быть какая-то недосказанность, но вы ее пройдете. Вы пройдете то испытание, которое есть в ваших отношениях. Мужчина прямо, знаете, горит сердцем к вам. Это не просто влюбленность. Это не просто нравится. Это прямо любовь настоящая. Очень вероятно, что у вас есть отношения. И этот человек, он бережет ваши отношения. Это что-то, знаете, чрезвычайно милое, нежное и нужное для этого человека. Особенно вы для него. Прямо, знаете, такая защищать вас, любить вас. Знаете, вот как-то вот есть вот этот момент. Я вижу, что есть отношения. Есть отношения, но отношения, возможно, не такие безоблачные, как бы хотелось. Потому что проходит момент, что есть что трансформировать. И сейчас происходит поиск пути, поиск возможности что-то изменить. Изменить и снять какие-то ограничения, которые существуют на сегодняшний день. Но я вам скажу, что вы действительно очень дороги этому человеку. Очень дороги. Знаете, как будто бы с вами счастливым, да, с вами будет счастливым он. Он как будет с вами счастлив. Но почему-то как будет с вами счастлив. Возможно, сейчас есть какая-то непростая ситуация. Я вам скажу, что здесь могут быть какие-то моменты. Давайте посмотрим. Это еле ситуация и внешний фактор, который сейчас стоит препятствием. Какие-то как закрытые двери, закрытые границы. Или еще что-то. Ну, давайте посмотрим. Что тебе? Что ты видишь препятствием? Что ты видишь препятствием? Что ты видишь препятствием? Ну, может проходить, девочки, что есть ситуация непростая. Возможно, вы заняты. Возможно, у вас есть партнер. Возможно, мужчина не свободен. Может пройти такая ситуация. И здесь проходит момент. Вы идете вперед. Он не может вас остановить. Он не может вас остановить. Как будто бы вот попутили, попутили. Но он может, он как, у него ощущение, что он с вами, вот вы счастье. Вы счастье, с вами будет счастье. Но сказать, что все просто, я не могу. Есть что-то, есть что-то, что прямо вот как удерживает. Вы знаете, для кого-то это может быть вмешательство, прямо вмешательство в ваше отношение. Есть что-то или кто-то. Для кого-то это может быть прямо вот напрямую материальное состояние. Какие-то вот моменты, нервотрепки жизненные, общие факторы какие-то, да, которые угнетают почему-то. Покажи мне. Да, это прямо мысли тяжелых очень много. Очень много тяжелых мыслей. Возможно, это что-то по материальному плану. Возможно, там мама вмешиваться может в отношения. То есть, какая-то вот ситуация, что кто-то лезет в ваше отношение. Кто-то мешает вашим отношениям, прямо вот как вашему счастью, да. Кто-то мешает вашему счастью. Возможно, вы не свободны. Этот мужчина, как безнадежды влюбленный, бьется, знаете, вот со своими чувствами сейчас. Но проходит момент, что кто-то еще есть, кто-то еще завязан в этих отношениях. И он как будто бы вот не властен изменить вашу позицию, ваши мысли. Он не властен изменить как-то вот то, что думаете вы. Очень может быть, что вы как-то в размышлениях, а нужен ли вам этот мужчина. Вы в размышлениях, потому что по справедливости он дохочет вас удержать. Он хочет быть с вами. Он считает, что с вами будет счастье. Но есть некие нюансы, которые действительно вас останавливают. Которые не дают вам вот рвануть вперед и, возможно, где-то окунуться в эти отношения. Что-то вас останавливает. И вижу, что останавливает именно женщину. То есть, давайте посмотрим. Ваше отношение к этому человеку. Ваше отношение. Вы ждете, когда он наведет порядок в своей жизни. Когда он будет поступать как настоящий мужчина. Когда он наведет порядок в своей жизни. Когда он решит, чего он на самом деле хочет. То есть, у вас может быть сейчас какая-то ссора. И ссора это не просто так. То есть, там что-то нагнетается. Возможно, там действительно вмешиваются в родственники. Возможно, еще какая-то ситуация, которая вам именно не нравится. И вы, по сути, даете этому мужчине шанс. Вы даете ему возможность. Вы даете ему какое-то, знаете, исправить все. То есть, если ты чем-то недоволен, исправляй ситуации. Поступай мудро. И мы посмотрим, что нам делать дальше. Ну, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Он к вам. Он к вам. Он к вам. Это любовь. Это любовь. Действительно. Истинное прямо чувство, которое безудержно просто тянет этого человека к вам. У него прям ощущение. Я бы с ней счастлив. С ним с несчастьем. С ней возможно счастье. С ней возможно все. Возможно, вы в ссоре сейчас. Давайте спросим. Вы в ссоре с этим человеком сейчас? Вы в ссоре? Да, да. Очень вероятно. Очень вероятно. И опять выходит ситуация. Вот как вы ждете от него мужских каких-то поступков, возможно. Они какие-то мальчишеские. Как мальчишка, да. Вы знаете о том, что он переживает. Вы знаете о том, что он как-то вот мечется. Но у вас возможно ссора. Очень может быть. Очень может быть. Ну, мне прямо проходит вмешательство третьего лица. То есть, какая-то вот непростая ситуация. Обжигающие. И вы как дистанцировались. Да. Вы даете ему возможность разобраться в себе. Вы даете ему возможность поступить мудро. Вы даете ему шанс показать себя мудро. Просто показать себя мужчиной. Если тебя что-то не устраивает, да. Вот наведи порядок в своей жизни и приходи. Возможно, это какая-то вот ситуация с семейного плана. То есть, там кто-то вмешивается из родственников. И мешает нормальному развитию ваших отношений. Очень может быть, что у вас даже отношения даже крепкие. И вы ждете предложения от этого мужчины, который никак не поступит. У кого-то может быть даже и уже, знаете, это годы. Это затянулось в годы. А там все мнение каких-то третьих лиц, да, оказывается важнее, чем ваше мнение. И вот этого предложения не поступает. И, возможно, вы где-то растержены на этого человека. Покажи нам его сейчас. Его сейчас. Ну, он думает, как ему поступить. Как ему поступить, чтобы действительно оказаться победителем. Как ему поступить. А намерения твои по отношению к этой женщине. Намерения. Намерения. Девочки, он выжидает. Вы ему действительно нужны, но он выжидает. Очень может быть какие-то прямо качели. Качели. Вот нужна женщина. Вот и любовь к ней есть. И желание удержать ее в своей жизни есть. Не хватает как-то вот решительности какой-то, возможно. Я вижу, что между вами какое-то разногласие. Возможно, даже вот сейчас какая-то вот, знаете, накалилась обстановка в отношениях. Ну, давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас. Ой, боже, что мой. Девочки, сказать, что злой, это вообще ни о чем не сказать. Очень злой. Ну, он злой вот этой ссоре, вот этому какому-то вашему отказу, вот этому какому-то, знаете, ваше несогласие какое-то. Вот его прямо подвешивает. Вы очень сильная, вы очень красивая девушка. И очень хорошо вы понимаете, что, ну, как-то мир не остановился. Он выйдет на связь, он желает, прямо спешит выйти на связь. Вы прямо, знаете, такая, так или иначе, ситуация сложилась на сегодняшний день так, что нужно что-то менять. Нужно менять жизнь, нужно идти навстречу вам. И действительно, этот человек прямо спешит, спешит выйти с вами на связь. Спешит какую-то встречу организовать, спешит выйти на связь с вами. Какая-то вот прямо ссора произошла. Возможно, очень даже такая вот бытовая. Она, возможно, вот именно отношения между вами, она, возможно, не очень не касается. Но мне почему-то проходит, что есть какие-то вот вмешательства каких-то посторонних лиц есть. Вот здесь есть. Что он думает именно о вас сейчас? Он желает трансформации. Он желает трансформации, он желает как-то вернуть то, что потерял. Он желает вернуть какое-то ваше доверие. Действует он, ну, не так, так себе, знаете. То есть, так себе. То есть, или какие-то были сказанные острые слова, или еще что-нибудь такое. То есть, по справедливости, да, есть любовь. Есть любовь, и это точно. Если, знаете, отогнать всех воронов, отогнать вот эту всю чепуху и ерунду, останется вот настоящая любовь. У него есть к вам чувства по справедливости. Действительно есть. Действительно любит этот человек. Но на сегодняшний день нужно что-то менять. Потому что через свою глупость он может вас потерять. Он может вас упустить. Как он вас сейчас воспринимает вообще? Как воспринимает вас сейчас? Вы такая какая-то, значит, как глубина, тайна. Его тайна. Вы внутри, вы огонь в его жизни, в его душе. Вы знаете, что этот человек прямо желает с вами ясных отношений, явных отношений. Смотрите, как. Этот человек желает вывести ваши отношения с тени. Это может проходить, если вы, например, в отношениях давно, но как-то предложение не поступает, будет перемена. И эта ссора, она непосредственно сыграет важную роль. Если между вами, да, там есть еще кто-то, я вам скажу, что будет разъяснение, будет действительно разборка. По старшему аркану судьба, по старшему аркану суд, здесь действительно все разрешится. Все разрешится. Как-то будет прямо разрублено очень резко и очень как-то вот кардинально. То есть окончательно, окончательно, по старшему аркану суд. Как он вас воспринимает? Ну, вы по судьбе. Вы его удача, вы его счастье, вы его любовь, вы ему по судьбе. У вас будет какое-то объединение, какие-то третьи личности уйдут в сторону. Если вы, например, сейчас не имеете возможности как-то вот, скажем так, мнение других людей, оно померкнет. И действительно, ваше мнение станет важным для этого человека, станет главным для этого мужчины. Я предполагаю, что если вы живете с кем-то, вы уйдете жить отдельно. Возможно, это не произойдет так быстро, как хотелось бы, но на протяжении двух месяцев эта ситуация очень кардинально изменится. То есть или вы начнете жить вместе, или вы вот прямо отделитесь от родителей, да, и как-то вот в вашей паре гармонизируется очень отношение. То есть какие-то посторонние личности, они уйдут. Вы как-то один на один останетесь, и ниточка судьбы свяжет ваши судьбы. Сейчас я вижу, что вот какие-то какие-то разногласия, это похоже на какие-то бытовые разборки, бытовые какие-то ссоры. Ибо справедливости, да, вот вы ему нужны, он не может вас отпустить, вы ему очень дороги. И он болезненно переживает какие-то вот эти, знаете, разногласия между вам. Я вижу в любом случае, какие-то вот третьи личности, они уйдут, уйдут в ближайшее время. Какие-то кардинальные будут очень решения. Отношения с вами, они действительно как выходят на свет, выходят вот на ясность, на прояснение. И вы одержите победу, вы будете очень довольны результатом. Потому что этот человек, он покажет себя победителем, он покажет себя достойным человеком. Что вы не зря когда-то обратили на него внимание, или как-то вот дали ему вот этот шанс, которым он действительно воспользуется. Ситуация непростая и возможно со стороны очень легко критиковать или говорить как нужно. Но здесь сердцу не прикажешь. И здесь есть один момент. У вас очень похоже на некую кармическую завязку. То есть у вас очень сильное притяжение друг к другу. В конце концов я вижу, что вы будете вместе. Но еще нужно, нужно время. Еще нужно время, чтобы все стабилизировалось. Ну давайте будем смотреть дальше. Итак, на сегодняшний день, как он воспринимает то, что между вами происходит, как он воспринимает? Ну вот сложный, непростой какой-то период действительно проходит ситуация ссоры и желание прямо вас вернуть в отношения. Вернуть, знаете, вот эту гармонию между вами. Я не вижу здесь прямо, знаете, такого. Здесь почему-то мне проходит, что вот кто-то вмешивается в отношения, портит эти отношения. Но чувства между людьми есть. И они найдут вот этот оптимальный выход, чтобы быть вместе и строить свои отношения вот правильно. Однозначно я вам скажу, что этот мужчина страстно желает быть с вами, страстно желает любить вас. Сейчас, на сегодняшний день, как-то пошатнулся мостик. Идет какая-то перемена, идет определенная трансформация. И пока, знаете, вот оно не стабилизируется, оно еще будет штормить. Оно еще будет, знаете, вот как-то менять жизни вашу, его. Пока вот оно все станет на свои места. Но я вижу, что вы расположены дать этому человеку шанс. Где-то его поступки вас буквально подкупят. Где-то вы увидите то, что ждете от этого человека. Потому что я вижу, что он прямо, ну, желает, желает быть с вами. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Его действия, его шаги по отношению к вам. Ой, девочки, по иерафанту. Вы знаете, это очень правильные, очень точные шаги. То есть, человек как разобрался, чего он хочет. Чего желает его душа. И здесь, знаете, возможно, где-то в убыток материальный будут шаги. Вот, например, да, не будем жить с родителями. Снимаем квартиру, живем отдельно. И пусть это материально где-то будет напряжено, но вы будете вместе, вы будете счастливы. Шаги просто шикарные, девочки. По иерафанту это желание сближения, это желание приближения. Это желание объединения в нечто свое, да, в создании определенно своих прекрасных отношений. Я вижу, что вы как входите, знаете, как... Это не совсем качели. Но здесь проходит момент, что когда вот вы один на один с ним, у вас все отлично, у вас все хорошо. И что касаемо вот этих чувств между вами, там действительно океан. Но когда вот начинают вмешиваться еще кто-то, да, начинается вот это какая-то непонятная возня. Давайте посмотрим еще в шаге этого мужчины по отношению к вам. Вы знаете, это будет момент отрезанных каких-то вот этих личных, ну вот этих лишних людей. Будут лишние люди, будут отрезаны. Но вы действительно выходите как будто бы вот прямо, знаете, из какого-то застоя, да, из застоя через активные действия этого мужчины. И вы знаете, вы очень входите в определенную стабильность. Когда вы уже смотрите в одну сторону, желаете одного и того же. И как-то вот, знаете, начинаете выстраивать свою жизнь. И попивая утренние кофе, мечтаете о будущем. Каких отношений он желает с вами? Каких отношений он желает? Прямо, ну на сегодняшний день он так подкипает. Он злится. Он злится и он понимает, что вот ситуацию прямо как нужно брать под контроль. И здесь прямо проходят мне какие-то вот еще люди. Какие-то люди. Ему слишком больно без вас. Он прямо скучает. Он прямо мается и беспокоится. И вы знаете, чего он хоть и желает. Он как-то желает, чтобы вот этот кипящий период наконец-то закончился. И вот началась у вас такая, знаете, спокойная жизнь, где люди прямо наслаждаются. Где никто не вмешивается и никто как-то вот не провоцирует. Да, никто не вмешивает свои какие-то желания в ваше отношение. Прямо желание убрать угрозу. Понимаете? Желание убрать вот эту третью личность какую-то. Желание убрать угрозу. По колесу фортуны войти вот в этот цикл прекрасных событий, ярких в отношениях. Ну вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим эмоции этого человека. Мне прямо проходит второй вариант. Мужчина как переживает сейчас. Прям крутит у себя в голове очень много информации. Итак, эмоции этого мужчины. Опять луна, опять луна. Опять что-то скрываю. Опять где-то я что-то не досказываю. Вы знаете, вот что его эмоции сейчас. Во-первых, он как-то желает поступить правильно. Он желает поступить правильно. По отношению к вам это как начать все сначала. И где-то он чувствует себя сейчас глупцом. Потому что возможно между вами вот прямо знаете, как огонь какой-то разгорелся. И ну вот как или ссора какая-то. Он считает себя сейчас глупым. Потому что вы ему действительно нужны. Очень нужны. Он знаете, как чувствует. Вот я глупец. Она ведь мне нужна. Вот без нее никак. И где-то он вам чего-то не досказывает. Не рассказывает, как он тоскует по вами. Как он переживает вот все это, что происходит. Но так или иначе. Он, я вижу, желает сделать какой-то правильный прямо шаг. Какой-то прямо романтичный шаг. Возможно по отношению к вам. Вы очень красивая женщина. Вы его действительно притягиваете к себе. Маните. Очень такая желанная женщина для него. Но он понимает, что вот так продолжаться не может. Здесь назревает какое-то решение. Правильное решение. Давайте посмотрим. Он прямо как в мыслях каких-то в эмоциях. Таких, знаете, важных сейчас. Эмоции. Прокажи нам эмоции. Вот вы какие разные. Но вам действительно по пути. Он боится вас потерять. Боится. Боится. Он прям переживает. Он прямо, знаете, как-то в каком-то таком, знаете, растерзанном состоянии сейчас. И вот его эмоции. Знаете, вот как дурак. Вот я дурак. А нам не нужно. Вот она мне нужна. Какие мы такие разные. Но я без нее никак не могу. И ситуация такая, как будто бы вот я ее упускаю. И сейчас прямо, знаете, какая-то как гроза на душу у человека. Любые эмоции по отношению к вам. Он думает о вас, мечтает о вас. У него настоящая любовь. У него настоящие чувства к вам. Его эмоции. Ну, сейчас я вижу, что действительно есть какой-то момент, да, вашей неуловимости, вашей недосягаемости. И он понимает, что он просто безумен. Он просто желает, чтобы вы были его женщиной, чтобы вы были с ним, чтобы вы были счастливы. Боится вас прямо упустить. И сейчас у него ощущение, что вы прямо вырываетесь. Что он как-то остается, знаете, за дверью вашей жизни. И у вас все сложится хорошо. Здесь даже, знаете, такой момент, как такое негодование какое-то. Потому что самая прекрасная женщина может быть его. А он как упускает шансы. И я вам скажу, что этот мужчина действительно изменит ситуацию. Он действительно ее исправит. И действительно от него будут прекрасные, мужественные, очень четкие шаги. Вы преподаете ему сейчас определенный жизненный урок. Что лучшее приходит в нашу жизнь, возможно, за большую цену. То есть, если ты желаешь лучшего, ты должен за это лучшее заплатить. От чего-то отказавшись и к чему-то дочинувшись в своих желаниях. Он вообще, он горюет сейчас. Он прямо манится, девочки. Я вижу, что здесь какая-то неполадка случилась. Что-то, что-то вот сейчас какое-то... Ну, я вижу, что вы как-то вот смотрите... Не смотрите на него, да? Не смотрите на него, любя какая-то вот здесь такая ситуация. Ну, давайте посмотрим. На сегодняшний день какие мысли не дают ему покоя? Вы его королева кубков. Вы любимая женщина для него. Ну, вот здесь есть прямо третьи личности. И вот этих третьих личностей, их нужно убрать из этих отношений. Вот он об этом сейчас думает. Очень может быть, что этот человек как-то вот взвесив все, знаете, за и против, понимает, что сколько бы ни было за и столько бы ни было против, вы ему нужны. Потому что вы его любимая женщина. От него будут шаги. И где-то очень даже правильные и очень даже мужественные. Этот человек, он способен создать для вас условия, которые будут приемлемыми. И условия, которых вы ожидаете сейчас. Шаги, которых вы ждете сейчас. Я вам скажу, что ситуация в ваших отношениях, она изменится в ближайшее время. В ближайшее время вы знаете, что, возможно, где-то вы будете удивлены, как этот человек изменит, изменит свое поведение, изменит свое отношение к вам в лучшую сторону. Потому что я вижу, что он прямо действительно мается и желает быть с вами. Желает разрешить вот эти узлы и желает быть с вами. Вот такая вот ситуация у нас. Второй вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось. И пусть ваш мужчина будет смелым и благородным. И пусть решения его будут от чистого сердца. Пусть лучшее приходит в ваше отношение и наполняет любовью вашу жизнь. Вот такой вот у нас второй вариант. А мы продолжим. Третий вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует, интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Ух ты, девочки, девочки, у вас здесь ураган. Здесь очень все хорошо. Здесь действительно, знаете, мужчина, король кубка, который вот с любовным интересом в вашу сторону. И вы о нем думаете, он о вас. И то, что сейчас на сегодняшний день, это как надвигается определенный шторм. Уходят какие-то, знаете, сбалансированные ответы и вопросы. Начинается определенное доверие друг к другу. Очень хорошие отношения. Вот на сегодняшний день я вижу, что это прямо такой подъем. Возможно, в паре уже длительное время. Возможно, ваше отношение только начинается. Возможно, вот вы выбрали третий вариант. Это некое новое знакомство. И вам вот стало интересно, да, как же будут развиваться эти отношения. У мужчины, безусловно, очень большой интерес по отношению к вам. И он такой, знаете, далеко-далеко смотрящий в будущее. Вот этот интерес. Давайте посмотрим. Итак, что между вами сейчас? Давайте посмотрим, что сейчас. Ну, все правильно, все правильно развивается. Все очень хорошо развивается. Как-то человек действует правильно. Мужчина прямо нацелился и видит, что вот как-то вот дорога к вашему сердцу, возможно, не очень так проста, но все же. Как против всего мира иду, навстречу ей. Вы очень ему нравитесь. Очень, да, здесь не нравитесь. Здесь я больше бы сказала, что здесь или начинаются отношения, и они имеют, безусловно, очень большую перспективу. Или отношения уже существуют, и у вас далеко идущие планы, и, возможно, не так легко добиться того, чего хочешь, но у этого человека предостаточно силы, чтобы вот добиться желаемого. Что между вами сейчас? Что сейчас? Планы. Планы на любовь. Планы на планы и надежды на любовь. Планы и надежды на вас. Очень мне проходит, вот действительно, третий вариант. Все отлично. Все хорошо. Есть какие-то мелкие разногласия на это, всего лишь, знаете, такие камешки, которые подбрасывает судьба, для того, чтобы скорректировать направление, для того, чтобы, знаете, создать правильное движение в этих отношениях. На сегодняшний день не имеет значения, вы на расстоянии с этим человеком или вы рядышком, но я вижу, что ваши отношения прямо идут, идут вперед, идут к лучшему. Мужчины большие планы и надежды насчет вас. Действительно, очень большая перспектива, прекрасное, прекрасное начало. Давайте посмотрим. Вы к этому человеку сейчас, да? Вы сейчас. Вот такое прямо общение, общение и надежда на отношения. Вот-вот, знаете, вспорхнет, вот-вот, знаете, что-то случится. Такое какое-то предвкушение, встречи, возможно. Но вас радуют эти отношения, однозначно. Однозначно радует какое-то общение с этим человеком. Оно вам так приятно, оно вам так радостно. Вы, возможно, знаете, как-то вот бдительны. Бдительны и как-то что-то вызревают, знаете, как будто бы вот как и из бабочки, из куколки бабочка. То есть отношения сейчас находятся в периоде трансформации. Не имеет значения на какой фазе, но действительно в периоде трансформации, в периоде какого-то рывка интенсивного. Будет какая-то перемена, перемена прямо вот касаемо отношений. Вы, возможно, об этом говорите уже, да, что-то обсуждаете, какие-то общие планы. И они действительно будут реализованы. Этот мужчина вот по отношению к вам, этот мужчина, ну он вами покорен, вы прекрасны. Вы прекрасны, вы роскошны, вы для него любимая женщина. Он видит вас своей парой, своей истинной женщиной, своей истинной парой. Очень красивая, просто безумно. И, ну, в сравнении, ну, невозможно вот с кем-то сравнивать. Да и не сравнивает он вас ни с кем, потому что вы даже не представляете, какая вы классная для него. Лучше всех вообще женщин. Невозможно ни сравнить, ни рядом поставить вообще. Другие женщины лишь тень. Так, знаете, вот, просто сотрудницы, просто люди, просто, знаете, соседи, просто. Просто, потому что вся энергия касаемо любви, она вот прямо на вас, направлена на вас. Где-то, где-то этот мужчина прямо тонет в ваших глазах. В ваших глазах весь мир. В ваших глазах все, да, все. Ну, здесь отлично, девочки. Я вижу, что, возможно, сейчас этот мужчина где-то в поездке какой-то может находиться, да. Или как-то занят делами. У него мысли о вас. Я не вижу какого-то прямо, знаете, момента разорванной связи. Нет, наоборот. Хочу, хочу как-то вот ей позвонить. Хочу ей что-то написать. Хочу ей что-то рассказать. Хочу ей как-то посвятить свои планы, да, потому что это наше будущее. Мы вместе, как бы, думаем о чем-то. Вместе обсуждаем что-то. Да, он очень смелый человек. Он очень смелый. У него много силы. У него много рычагов влияния. Он правильно идет своим путем, своей дорогой. У него идет момент, действительно, такой, окрепла его энергия. И я вам скажу, что у него будет прорыв какой-то. Знаете, как бы человек поборол все, что было на пути к вершине. И сейчас пришло время, знаете, собирать урожай. Потому что вы есть в его жизни. Потому что вы есть, и вы где-то и даете ему очень классные подсказки. Вы даете ему очень хорошие подсказки. Кого опасаться, кому можно поверить. Этот человек, он, знаете, у него определенно, действительно, к вам есть моменты страсти. И такого доверия в отношении к вам. Считает вас очень умной и очень мудрой женщиной. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Дальше давайте посмотрим мысли мужчины о вас. Что она воздумает. Его мысли о вас. Так, интересненько. Ну его мучить сейчас какой-то выбор. Выбор. Очень хочет. Я бы здесь, давайте вот я уточню. Какие-то мысли о выборе. Но я бы здесь сказала, понравится вам или не понравится. Почему-то вот карты, несмотря на свое значение, да. Они как-то вот. Хочу быть рядом с тобой. Хочу слышать. Слышать твою радость какую-то. Желает слышать вашу радость. Этот человек. Какой-то вот. Стоит перед ним какой-то выбор. И очень хочет он, чтобы вам что-то понравилось. Я предполагаю, что этот мужчина вам готовит подарок. Покажи мне, да. Ну вот как на лезвии ножа. Понравится ей или нет. Он очень переживает почему-то. Почему-то очень переживает. Очень хочет, чтобы вам понравилось этот человек. Чтобы гармонично. Чтобы радостно. Чтобы все вот прямо девочки так идут. Прямо четко старшие арканы. И я вам скажу, что да. Какой-то этап завершился в ваших отношениях. Начинается что-то новое. И я предполагаю, что в ближайшее время об этом новом вы узнаете. Какой-то, знаете, прямо вулкан вот-вот взорвется. Я предполагаю, что этот мужчина готовит вам какой-то подарок. И его мучает сейчас вот какие-то, знаете, вот эти муки. Да, вот что выбрать. Как выбрать. Чем угодить. Как угодить. Понравится ей, не понравится. Ну, что-то он так, знаете, намерен что-то вам преподнести. Какой-то подарок. Я вижу, что вы будете безгранично рады. Даже, знаете, я вижу, что он очень старается. Предполагаю, что подарок будет действительно стоящим. Но не в подарке дело. А дело будет в самом... Я даже не скажу внимания. Этот подарок, он какой-то будет особенный. В нем будет собрано то, что вы любите. То есть, оно может быть как-то... Там будут учтены все ваши желания, все какие-то ваши вкусы. Возможно, это будет даже не один подарок. Возможно, это будет прямо какая-то поездка с вами. Потому что вот, ну, очень хочется прямо быть с вами наедине. И, возможно, это прямо не один подарок какой-то. Потому что вы будете очень рады. Вам почему-то как... Вы не будете выбирать. Вы как-то вот возьмете, да, все. Ну, давайте посмотрим еще, да. Что он думает о вас. Что он думает. Созревает какое-то соперничество. А что это за ревности? Он натерзается какой-то ревностью, мои дорогие. Созревает какое-то соперничество. Что это? Кому это ты так приревновал? Кому это ты приревновал? Такое притяжение сильное к вам, да. И как-то вот он знает, что вот такой шанс, ну, вот, попадается один раз в жизни. Вот, то есть отношения вот с вами, это такое бывает один раз в жизни. И это вот уже какое-то, как принятое какое-то решение. То есть должна быть только моя. Я вот как-то... Ну, девочки, я вам скажу, скажу, что этот мужчина прям как желает заявить, да. Это права на вас. Что вот вы его женщина. Это можно сделать только в одном случае, если вы не его жена. Ну, давайте посмотрим еще. Он на вас сейчас. Он на вас сейчас. Ну, вот это прощание с одиночеством. Девочки, если вы не замужем, я очень предполагаю. Прямо здесь смотрите, как вышли, да, карты. То есть я хочу заявить на нее права. Такое бывает раз в жизни. И нужно воспользоваться этим шансом. Очень сильное притяжение. Вижу в ней свою истинную пару. Свою верную пару. И здесь идет отшельник и старший аркан смерти. Трансформация. Отшельник, да, вот как идет одиночество-смерть. Одиночеством покончить. Покончить с одиночеством. Быть с ней. Покончить с одиночеством. Да, и хватит вот этих переписок, вот этих непонятных, да, движений. Ну, и то спинтакли, девочки, я очень предполагаю, что действительно подарок будет стоящим. И он будет сопровождаться определенным, знаете, переменой в ваших отношениях. Очень такое углубление. Если вы только познакомились с этим человеком, это будет прямо, чтобы вы стали его девушкой. Если вы его девушка, это желание, чтобы вы стали его невестой. Если невеста, стали его женой. То есть это некий новый уровень. Это новое какое-то начало. Прощание с одиночеством. Отвергнуть одиночество. Быть с ней, потому что такая возможность раз в жизни. Хватит переписок. Правильно будет хватать свое счастье и держать его в руках. У вас все будет отлично. Прекрасные карты, прекрасные намерения у мужчины. Ну, давайте посмотрим еще. Итак, давайте посмотрим на сегодняшний день, как он вас воспринимает. Ой, вы прям его страсть. Вы его страсть. Он действительно вас ревнует. Он действительно ревнует. Он действительно где-то одним глазом он вроде бы спокоен, другой глазом он все время там где-то подсекает. Кто на вас смотрит, кто на вас обращает внимание. Он очень все замечает то, что не видите вы. Он смотрит как мужчина. Как другие мужчины на вас реагируют. И он приходит с одной стороны в определенный восторг. Потому что он видит, что вы действительно нравитесь всем мужчинам. Потому что вы прям красоточка. С другой стороны, это такая ревность. То есть, такую девушку нужно держать за руку. Нужно держать под руку. А лучше, чтобы у нее на пальчике было колечко. Чтобы никому не повадно было претендовать. Здесь нужно действовать прямо посмелее. Я вам, девочки, скажу, что здесь прямо такие очень активные действия от мужчины. Если вы в браке с этим человеком, то здесь прямо вас порадовать чем-то. Вот чем-то вас порадовать. И действительно, есть вот этот момент. Возможно, уже в браке и достаточно, знаете, уже и время прошло. А он все ревнует. А он все смотрит, что соседу нет покоя. Все там заглядывает за вами. И так мило с вами здоровается. Где-то, где-то он очень-очень, знаете, держит руку на пульсе. И опасается, чтобы вас кто не увел. То есть, здесь прямо мужчина ценит свою женщину. Потому что любовь. Потому что рядом с вами настоящее наслаждение. Вы в центре его мира. Вы в центре картины его мира. И вы являетесь наилучшим украшением. Весь мир кружит вокруг вас. А вы источник любви. И источник наслаждения. И источник страсти. И источник всего самого лучшего. В его жизни. На сегодняшний день. Как он воспринимает отношения между вами? Ну вот то спинтакли. Мужчина счастлив. Мужчина счастлив. Мужчина рад. Мужчина реализован. И он желает будущего с вами. Он желает развития этим отношениям. Вот она действительно. Она в центре моего мира. И нет смысла предлагать что-то. Женщине нужно отдать весь мир. Потому что она достойна. Потому что к ее ногам действительно. Преклонено мое сердце. И потому ей можно все. И можно вообще карта шикарной. Вышли у вас. Просто отличные. То есть тут спинтакли. Счастье. Весь мир полон счастья. Если это женщина рядом со мной. Весь мир полон счастья. Если у вас только завязывается отношение. Я вам скажу. У вас прекрасная перспектива на будущее. Ну что ж. Давайте посмотрим дальше. Посмотрим. Шаги от этого мужчины на ближайшее время. Какими будут шаги. Какими будут шаги. Он как-то будет подбирать меру. Это что-то будет касаться. Но вот если на расстоянии приедет. Проявится. Очень красиво. Возможно вы ждете. Ждете какого-то определенного проявления. Оно будет. Будет правильно подобрана мера. Будет проявление чистого сердца. Будет что-то прямо знаете. Как сказано. Чистого сердца. Будет какие-то проявления чистого сердца. Этот мужчина. Он прямо как на вашей стороне всегда. И здесь есть момент. Что-то будет. То что вы будете смотреть в зеркале. И радоваться. Знаете как смотреть в зеркале. Смотреть в зеркало. Подбирать меру. Что-то подбирать будете. И от чистого сердца проявление этого человека. То есть он от чистого сердца. Какой-то вот прям классный подарок вам. Ну вот что-то подарит вам девочки. Что-то подарит. Ой смотрите. Прямо вы знаете. Это возможно будет очень много. Это будет очень много. Вы знаете как-то хочет вас задобрить. Хочет чтобы вы были в хорошем настроении. Чтобы вы не сердились на него. Чтобы вы были с ним ласковым. Что вы его любили. Он будет вас прямо баловать. Будет вас как-то задобривать девочки. Ну давайте будем смотреть. Прямо мне интересно. Почему-то идет как спешка. То есть я спешу это сделать. Я спешу где-то. Возможно вы ждете. Вы где-то расстраиваетесь. Но будет подобрана мера. И в зеркале вы увидите то. Что этот человек принесет с собой. То есть что-то что-то будет непосредственно для вас. Да. И для вас будет двоечка чаш девочки. Будет настоящая любовь. Хочется ему прямо быть рядом с вами. Быть рядом с вами близко. Быть вами любимым. И по колесу фортуны вереницу событий. Вереницу событий. Да. К вашим ногам. Уже девочки смотрите. Вот выпало прямо много карт. И все они так прекрасны. И старший аркан солнц. Хочу ее приблизить к себе. Хочу вот эту вереницу событий. Чтобы она была рада. Чтобы она была довольна. Чтобы она взаимно любила меня. Потому что эта женщина мне очень нужна. Я с ума схожу от ее волос. От ее локонов. И от ее кожи. От нее. Я с ума схожу от нее. Хочу, чтобы она была прямо близко. Рядом со мной. И да. Этот мужчина желает с вами будущего. Девочки. Третий расклад. Мужчина прямо любит. Никого нет. Вокруг только вы. И человек прямо желает радовать. Желает радовать. И старший аркан влюбленный. И шестерка пентаклей. То есть я хочу войти в твою жизнь. Хочу войти в дверь. Хочу тебя радовать. Свою любимую. Будут очень активные действия. Чтобы осуществить какую-то вашу мечту. Но действий будет много. Этот мужчина знаете. Вот ему вся жизнь. Знаете. Впереди. Чтобы действовать. Чтобы ваши отношения становились все лучше. Все. Все. Как-то надежнее. Да. То есть я всю жизнь буду действовать. Так много карт вышло. И все. Все карты очень и очень классные. Всю жизнь не нужно действовать. Не только один раз. Не только одно действие. Всю жизнь. Каждый день я буду вот прямо украшать твою жизнь. Чтобы ты была счастлива. Буду исполнять твои мечты. Но этот мужчина действительно знаете. Какого он желает с вами будущего. Он желает с вами старширком солнца. То есть. Необъятного будущего. И в каждом дне ты моя любимая. И в каждом дне я делаю тебя счастливой женщиной. Вот так вот. Ну что ж. Давайте посмотрим. Эмоции этого мужчины по отношению к вам. Ну это поиск компромиссов. Действительно. Вы номер один. Это не обсуждается. И он готов что-то менять. Исправлять. Строить вместе с вами. Планировать что-то вместе с вами. Находить какой-то общий язык. Идти навстречу друг другу. Вы женщина. Которая имеет на него абсолютно четкое влияние. Абсолютно влияние. И где-то вы очень хорошо знаете. Что ему нравится. Где знаете. И как его приласкать. И как добиться того. Чего вы хотите. Где быть темпераментной. А где быть тихой и ласковой. С этим человеком. Вы очень хорошо знаете этого мужчин. У вас уже есть определенно ключик к его сердцу. Отверточка. Расскажем. Как его сердце. Эмоции. Ну девочки. Ну вот прямо третий аркан. Третий расклад. Собрал все самые лучшие карты. Со всех колок. И действительно. Вы вырвали его сердце. Вы. Владычица его сердца. И когда он к вам приближается. Он начинает бешено стучать. В предвкушении радости и любви. Вы. Эта женщина. Знаете. Какая-то как. Решение. Прямо принято. Принято решение на активные действия. И на тот момент. Да. Всю жизнь. Всю жизнь. Чтобы делать тебя счастливой. Чтобы быть с тобой. Ну давайте посмотрим. Какие мысли не дают покоя. Не хватает. Не хватает вас. Этому человеку. Не хватает. Он прямо думает о некой стабильности. Добиться некой стабильности. Поговорить с вами. Стабильности желает. Проявления желает этот человек. Какого-то очень искреннего разговора. Но однозначно. Что ему не дают покоя. Вы ему нужны. Вы ему нужны. У него есть моменты ревности. Какой-то по отношению к вам. Он думает о какой-то дороге к вам. То есть что к вам приехать. Возможно не так приехать. Как вот действовать там. Определенные какие-то действия задумал. И желает этот человек. Прямо стабильности с вами. Чтобы все у вас было хорошо. Он как вас защищает. Он как в силе защитить. Свою прекрасную женщину. Он в силе сделать ее счастливой. И об этом он думает. Как бы он сделал вас счастливой. Так много ему хочется дать. И вы знаете что. Этот человек понимает. Что сколько бы он не дал. Что бы он не купил. Что бы он не сделал. Этого будет мало. Потому что вы та женщина. Которая украшает его жизнь. И сколько бы он не положил к вашим ногам. Этого все равно будет недостаточно. Потому что для такой женщины как вы. Нужно поселить мир к ногам. Вот такой вот у нас расклад. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось. Я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви. Смелого и благородного человека рядом с вами. Всего вам самого лучшего. И до новых встреч.